Здравствуйте, друзья! Сегодня в выпуске. Дарья Усачёва может быть заменой Камилы Валиевой на Олимпийских играх. Чемпионат мира состоится в прежние сроки. Алена Косторная объявила о новой произвольной программе. Ну а теперь обо всем по порядку. Фигуристка Алена Косторная сообщила, что поставила новую произвольную программу у канадского хореографа Шеллинбурн. Она же ставила спортсменке и старую программу, которую Косторная откатала всего дважды в этом сезоне. Федерация фигурного катания России поспешила отметить, что деньги фигуристке на новую программу не давала. Вице-президент Международного союза гонкобежцев Александр Лакерник посетил тренировку действующей чемпионки Европы Алены Косторной. Фотографию из катка российская фигуристка добавила в свой инстаграм. «Александр Рафаилович Лакерник посетил мою тренировку. Разобрали мою новую произвольную программу. Мне было важно получить советы от такого профессионала, как он. Также для меня было очень важно, чтобы она нравилась моему хореографу, моим тренером и, конечно же, мне. Надеюсь, и вам понравится тоже», — написала Косторная. Многих озадачили слова Алены о новой произвольной, ведь со старой фигуристка выступала в этом сезоне всего дважды, и она не казалась недоработанной. Однако в комментариях Косторная подтвердила, что канадский хореограф Шелинбурн ставит ей новую произвольную. «Алена, вы заменили программу от Шелин или речь о ней?» — спросила подписчица. «Речь о ней», — ответила фигуристка. «Алена, ты всех запутала? У тебя совсем новая программа Шелинбурн или та от Бурн, что ты уже показывал на Капе или еще какая-то?» Следующий вопрос от подписчиков. «Совсем новая от Шелинбурн», — ответила Косторная. Стоит отметить, что старую программу Косторная на музыку композитора Абелли Коженевского к трем кинофильмам «Под покровом ночи», «Мы верим в любовь» и «Ромео Джульетта» тоже ставила Бурн. Причем совсем недавно, в октябре. С ней Косторная выступала на Гран-при России и четвертом этапе Кубка России, и дважды становилась второй. Неизвестно, что именно не устраивала команду Косторной в той программе, но за новую, по всей видимости, Ангел и Плющенко расплатились из собственного кармана. Как известно, спонсируют фигуристку сборной России Федерации, а новая программа у известного хореографа уровня Шелинбурн стоит порядка 10 тысяч долларов. Генеральный секретарь Федерации фигурного катания России Александр Кога сообщил, что организация не оплачивала Косторной постановку новой произвольной программы, «Сумма, которая выделяется, естественно, лимитирована. Она была выделена. Косторная может составлять новую произвольную программу, если ее не устраивает предыдущая, в которой была оплачена. Это вопрос не к Федерации. Она может это сделать за свой счет, за счет своей школы и так далее. Здесь есть разные варианты. За счет Федерации она уже поставила программу. Когда спортсмен что-то не устраивает, он обращается в Федерацию по нормальной схеме, так же, как и тренер. Все остальные обсуждения в интернете – это на уровне любителя», – сказал Коган. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о состоянии своей подопечной Алены Косторной. 17-летняя москвичка продолжает восстановление и тренировки после перенесенного коронавируса. В гостях по рабочему визиту приезжал Александр Лакерник. Проанализировали программы наших спортсменов в преддверии предстоящих стартов. Разобрали новую произвольную Алены. Важно, что все остались довольны результатом. Алена восстанавливается, настрой хороший. Сергею Александровичу и ее хореографу Шелленбурн интересно искать новые идеи. «Это, безусловно, шаг вперед. Пока все идет по плану и в штатном режиме. Все довольны, и Алена улыбается. Это также важно, потому что у нее был сложный период восстановления после болезни. Но характер и желание есть. Будем работать и совершенствоваться дальше», – написал Плющенко. Косторная пропустила большую часть сезона, а она не выступила на чемпионате России в Челябинске из-за коронавируса. В Кубке России она приняла участие только на четвертом этапе в Казани, где заняла итоговое второе место. В прошлом сезоне Косторная, тогда еще ученица Этери Тутберидзе, не попала на чемпионат мира в Канадском Монреале. Его отменили из-за пандемии коронавируса. Но такое решение, скорее всего, не примут в этом году. В женском одиночном катании путевку на турнир обеспечила трехкратная чемпионка страны Анна Щербакова. И путевок осталось еще две. Новая схема внутренних соревнований в России и структура сезона привели к ситуации, когда лучшие юниорки тренера Этери Тутберидзе фактически перескочили через ступень своего развития и на год раньше перешли во взрослое катание. На ближайшее первенство России в Красноярск не едут ни Камила Валиева, ни Дарья Усачева. Они предпочли юниорским стартом командный Кубок Первого канала во взрослых. Но еще больше вопросов вызывает отсутствие заявки Майи Хромых, которую штаб Тутберидзе тоже не ведет в Сибирь. Вместо этого она будет участвовать в мало кому интересных соревнованиях в Москве. Окончательные списки участников на юниорском первенстве в Красноярске опубликовали только пару дней назад, когда до старта соревнования оставалось уже меньше недели. Не совсем было понятно, полетят Валиева с Усачевой в Красноярск после того, как их включили в состав командного турнира в Москве или нет. С точки зрения логики пропуск первенства России очевиден, для Камилы так точно. Она закрыла все юниорские гештальты еще в прошлом году, красноречиво доказав, что на этом уровне у нее не существует соперниц. К тому же весь этот сезон она выступала со взрослыми, и ее с самого начала представляли как членом взрослой сборной страны. Вспомните контрольные прокаты в сентябре. Она была единственной юниоркой, которую на них пригласили. Есть информация, что отчасти это было связано с болезнью Камилы во время августовских контрольных прокатов юниоров. Но есть в решении отправить Валиеву кататься со взрослыми и политическая составляющая. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова, например, считает ход штаба Тутберидзе верным. В одном из интервью она говорила, что Валиевой и ее тренерам повезло, что у них есть целый год для Олимпиады на подготовку. И это время нужно использовать на адаптацию во взрослом катании. Теоретически выступить на первенство России проблемы нет. Произвольная программа у девушек заканчивается вечером по Красноярску. Валиева успел бы еще до утра вернуться в Москву, чтобы выспаться и днем прийти на жеребьевку и прыжковой батл. Но только это никому не нужно, потому что мотивации выступать по юниорам у Камилы нет. Она и по-взрослым-то проиграла разве что идеальной Ане Щербаковой. Смысл после этого ехать в Красноярск? Более неожиданным стало решение руккомитета Кубка Первого канала вместе с Валиевой позвать и Дарью Усачеву. То, что ее вместе с Камилой на год раньше перейдут во взрослые, вызывало вопрос еще осенью. Инфляция оценок, особенно за компоненты Усачевой, одна из главных загадок этого сезона, как и сам факт лоббистской работы Тутберидзе за еще одну свою ученицу. По мнению различных приближенных группе Этери-источников, тренеры Хрустального держат в уме варианты сложностей, из-за которых Олимпиаду могут пропустить как Камила Валиева, так и Анна Щербакова. Тутберидзе нужен был надежный запасной вариант, и выбор пал на Усачеву. Это неплохая фигуристка с отличными артистическими данными, но как и потенциальной звезде, о ней точно пока не говорили. Забавно наблюдать, как спортсменка без серьезного титула на юниорском уровне прыгнула возрослой следом за Валиевой. Но если Камила свой высокий уровень уже успела доказать, то от Усачевой это еще предстоит. Вместо Дарьи на командный турнир вполне могли бы отправить, например, Елизавету Нугуманову. По уровню медидности они практически на равном, невысоком уровне. Но вот с точки зрения разнообразия и привлечения новой аудитории, ход мог бы сработать. Нугуманова магистр тиктока, ее сотни тысяч подписчиков включили бы трансляцию Первого канала. Вполне возможно, что на участие именно Усачевой в команднике и дальнейшем продвижении Дарьи настояла Тутберидзе. Это было нетрудно, учитывая, что Усачева заняла четвертое место на чемпионате страны. Но истинной причиной нежелания заявлять Усачеву на первенство России в Красноярске выглядит высокая конкуренция на турнире. Софья Самоделкина, Софья Акатьева, Вероника Жилина, Елизавета Берестовская. У взрослых столько девушек, сколько у юниорок, не прыгают сейчас четверные. Дарьи без Ультра-Си там делать по сути нечего, а поражение разрушило бы столь тщательно создаваемую тему рождения новой звезды ультракласса. Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме, скорее всего, пройдет в запланированные сроки – 22 по 28 марта. Подготовка к мировому первенству продолжается по плану. В России это сообщение встретили положительно. Так известный хореограф Илья Вербух назвал его «светом в конце тоннеля для спортсменов». Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отметил, что в случае отмены чемпионата мира фигуристы могли потерять мотивацию. А Максим Траньков подчеркнул, что для российской команды не должно стать проблемой выступления без национального флага и гимна. Чемпионат мира по фигурному катанию в Швеции должен состояться в запланированные сроки. При этом вопрос о названии сборной России на время проведения турнира, по информации AirSport, АСЮ пока не поднимал. Ранее издание писало, что российские фигуристы выступят на чемпионате как команда Федерации фигурного катания на коньках России или фигурскейтинг Раша. Переста планеты в Стокгольме должно пройти с 22 по 28 марта, однако приобрести билеты на соревнования пока нельзя. На официальном сайте турнира говорится, что этот вопрос будет зависеть от ситуации с коронавирусом в стране. Эксперты отмечают, что проведение турнира необходимо как спортсменам, так и болельщикам. Такую точку зрения высказал в частности известный тренер Татьяна Тарасова. «Организаторы сделали все правильно. Чемпионат мира переносить не нужно. Что касается названия команды, фигурскейтинг Раша – прекрасное название. Оно и было всю жизнь, а какое еще нужно? Зачем придумывать что-то другое?» – приводит слова специалиста чемпионат. В свою очередь двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков напомнил, что пандемия коронавируса не помешала недавно провести международные соревнования по гонькобежному спорту и шорттреку. Также он высказался о запрете выступать на чемпионате мира под флагом страны. «Как бы команда ни называлась, наши спортсмены все понимают. Для меня, допустим, это не имело бы значения в случае, если ее нельзя назвать сборной России. Мне название нравится, там есть Россия. Морально это уже ни на кого не будет давить. Последний раз наш флаг поднимали еще в Сочи. Это даже не тема. Все ждут, когда мы отбудем дисквалификацию и выполним все требования. А так спортсмены тренируются, тренеры тренируют. Будем стараться выигрывать в любом случае», – отметил Траньков. Олимпийский чемпион Роман Костомаров, напротив, подчеркнул, что российским фигуристам в сложившейся ситуации будет грустно и обидно. «Люди жизнь кладут ради того, чтобы выступать на том или ином турнире, добиться своей максимальной цели, а возможности у них нет. Да, все стремятся выступать под флагом своей страны, услышать гимн, но если на сегодняшний день такая ситуация, то становится только грустно и обидно, и ничего с этим поделать нельзя. Спортсмену нужно соревноваться, иначе ему делать в спорте нечего», – цитирует Костомарова AirSport. По словам известного тренера Тамары Москвиной, отмена еще одного чемпионата мира стала бы знаком того, что пандемия COVID-19 повлияла на мировой спорт особенно сильно. Поэтому желание Шведской Федерации и все те меры, которые они вместе с ICU приняли, чтобы этот турнир состоялся, приветствуются. «Им пришлось провести огромную работу, чтобы не лишить болельщиков и спортсменов праздника участия в этом старте», – приводит слова Москвиной ТАС. «Не скрывает своей радости и известный тренер Александр Жулин. Какое счастье, слава богу, я очень рад. Это правильное решение. Уже хочется нормальной жизни, где-то выступить, где-то поездить. Гори она всем огнем. Спортсмены сейчас воодушевятся, названия вообще без разницы. Пусть хоть как называются, лишь бы выступать. Мы и в Пхенчхане, и в Альбервире выступали без флага и гимна. Уже к этому привык, лишь бы показывали по телевидению», – отметил специалист. Субтитры создавал DimaTorzok